цель наших бесед понять что же такое йога попытаемся это сделать по сравнению с научной психологии психологический и парапсихологический опыт востока несравненно более обширен и лучше организован юнг сравнил современную западную психологию с лепетом новорожденного в сравнении с йогической мудростью йогическое знание гораздо обширнее и глубже это знание передавалось от учителей к ученикам и поколение за поколением мудрецов экспериментировала собой проверяя действенность этих методик и совершенствуя их вот какая кладезь мудрости чтобы научиться поворачивать сознание во внутрь и концентрировать его мы должны научиться этому древних словами из сакральных текстов с нами говорят учителя древности если правильно внимать им правильно анализировать и концентрировать на том главном что есть суть то у слушателя возникает то ментальное состояние которое было у древнего мудреца один из главных текстов йога с утра йога с утра патанжали является самым авторитетным трудом по классической йоге они созданы два тысячелетия тому назад патанжали собрал существующие в то время медитативные методики и выстроил их в одну систему он определил путь йога даршану путь к покою этот путь обозначил в виде дорожных знаков лаконичных сутр язык сутр так сжат что невозможно их понять без комментариев подразумевается что йога с утра это нечто вроде конспекта для учителя опираясь на который тот может излагать йогу ученику в отличие от общепринятого стиля изложения где начинает от простого и переходит к сложному патанжали поступает наоборот первая глава самая сложная она написана для адепта уже продвинутого по пути йоги вторая глава для начинающих чтобы перейти от обычной жизни к жизни по принципам йоги нужен некий переходный период когда ученик входит в мир образов йоги его патанжали называет крия йогой вторая глава начинается с описание крия йоги крия переводится как действие крия йога совокупность тех действий которые помогают развития навыков сосредоточения укрепляют волю и ослабляет загрязнение сознания три крии три действия первое подвижничество тапаз означает духовный жар накал блеск огонь это тот огонь который зажигает в себе упражняющийся как говорит курма пурана огонь йоги сжигает клетку греха окружающую душу душа освобождается разные вспомогательные средства и практики аскетизма тапаз можно рассматривать как руководство для разжигания этого чудесного огня для начинающих йогов должно быть четко определено как видит патанжали функцию подвижничества только тапаз очищает обычное сознание обычного человека настолько чтобы он смог идти путем йоги у каждого ученика свои трудности преграды из-за внешних или внутренних причин так вот они исчезают благодаря подвижничеству обливание холодной водой голодовка и другие виды преодоления себя это приручение нашей неизменной натуры дрессировка нет ничего в мироздании невозможного для того кто понимает тайну тапаза таково мнение мудрецов второе действие крия самообучение слушание йогических сакральных текстов чтение обдумывание описанные древними закономерности начинает происходить вашем духовном опыте вы обнаруживаете что их слова словно нить ариадны путь в лабиринтах подсознательного что эти тексты словно музыка их нужно слушать читать снова и снова и нечто зашевелится в вашей глубине и спящий станет просыпаться очищение психофизики средствами йоги начинают трансформировать саму вашу возможность получать знания йога помогает знания и от знаний происходит совершенство в йоге иными словами при вашей искренности и страстном желании истины само мироздание начнет учить вас закат полет бабочки шепот ветерка или звук прибоя фразы из телевизора или попавшиеся на глаза места из книги все может стать катализатором просветления третье действие крия упование на бога это означает стать действительно религиозным жить для познания истины открывать по утрам глаза для этого йога это медитативная технология они очередная вера если человек обращает взор к миру духовному это есть третье крия третье действие религиозность означает предпочтение мира духовного миру физическому патанжали указывает что для овладения йогой ученик должен развивать свою религиозность но совершенно не касается самой формы самой религии форма не имеет значения пусть каждый следует форме своей генетики своих предков это восприятие и генетическая память полученная через этническую и историческую трансмиссию он должен следовать своей природе эти своим путем он должен иметь в уме такой образ всевышнего чтобы его предки как долговечных мирах так и в его генетике его спинном мозгу были бы согласны и практикуются эти три крии параллельно тапаз самообучение и определение бога истины к главной цели всех стремлений все это делает психику более податливой менее загрязненный что это за загрязнение учитель потанжали использует термин клеша аффекты причиняющие беспокойство модификации ума есть притчи о человеке потерявшем ключи в темном подвале но искавшим их в саду где из-за солнечного света искать удобней она точно передает суть о видье неведение незнание это неверный вектор поиска то что потеряно в одном месте невозможно найти в другом вечное чистое не может быть найдено в невечном эти качества вечность чистота счастье изначально присущи нашей истинной сущности субстанция ума из-за грязи и волнения отражает я искаженный из-за заблуждения высшая энергия сознания отождествляет себя с телом умом неким конгломератом состоящих из страстей страха ощущение эго ненависти это и есть причина страдания жизнь воспринимается как болезненное страдательное существование причина причин перенос качество одного начала субъекта на наблюдаемый объект ум отражает не только внешний мир он мыслит и как бы параллельно наблюдает себя мыслящим эту энергию сознания самую высокую инстанцию йога выделяет в особое понятие пурушу пуруша субъект все остальное тело внешний мир воспоминания страсти все это наблюдаем объект субъект и объект наблюдатель и наблюдаемая пуруша и прокрити пуруша наблюдает не внешний мир а нас воспринимающих этот мир личность мысли страсти все это прокрити декорация это подобно тому как мы включаемся в фильм или компьютерную игру отождествляет себя с героем боимся за него радуемся точно также смотрит нас высшая энергия сознания смотрит нашими глазами слушает нашими ушами все это словно спектакль наша эмпирическая личность наблюдаемая объект мы наше самоощущение один из пяти эффектов пяти волн эти умственные волны порождают друг друга неведение порождает асмиту эгоизм она в свою очередь соотносит все окружающее с собой появляется тенденция принятие и отвержение лечение рага неразрывно связано с наслаждением враждебность двеша неразрывно связано со страданием я концепция стремится к жизни она боится смерти и уничтожения потанжали говорит о страхе смерти подчеркиваю что этот эффект один из самых могущественных факторов мешающих безмятежному течению психики зритель вечно неизменен наблюдаемое мироздание в вечном изменении стремление к вечности объединяет эти две сути высшие энергии сознания продолжает вечное существование несмотря на изменение материи тело каждая клеточка организма пытается продолжить себя эго личность старается ставить память о себе след в истории требует вечности присущ как субъекту так и объект именно из-за атрибута вечности присущего как по руши так и прокрите страх уничтожения самый трудный для устранения эффекта и йога это способ обуздать психику чтобы успокоить ее и тогда зритель по руши субъект может познать самого себя ибо больше не отождествляется с волнами психики волны в уме скрывает истинный лик пуруши как луна искажается в волнующемся озере читта в ритте мысленные модификации йогин должен работать с этими в ритте и учиться их контролировать лишь долгая практика и усилия дают адепту способность манипулировать собственным бессознательным именно из-за этого потанжели и утверждает что проявленные эффекты легче стряхнуть себя словно пыль от одежды